Друзья, всем привет! С вами Дмитрий Тишанский. У нас сегодня новое интервью. Это интервью супернеобычное. Оно будет суперполезное. Оно точно вдохновит многих из вас на новые большие победы, потому что у нас сегодня прекрасная гостья. Зовут ее Анастасия Федорченко. И Анастасия глухая. И тем не менее, она успешный онлайн-предприниматель и вообще успешная и лучезарная девушка, которая уже очень многого достигла в жизни. Сегодня Анастасия поделится с нами, как она достигает новых побед и вдохновит вас на ваши новые победы, на новые результаты. Будет очень круто, поэтому рекомендую смотреть до конца, смотреть под запись. Это интервью будет действительно для вас очень ценным. Немного расскажу об Анастасии, и потом мы еще более подробно с ней пообщаемся, больше узнаем, кто же такая Анастасия Федорченко. Итак, Анастасия Федорченко. Во-первых, интеллект-тренер Суперджамп, интеллект-тренер пятого ранга, то есть у нее уже пятая квалификация во всемирной ассоциации интеллект-тренеров Суперджамп. То есть она не новичок, она уже здесь сделала хороший результат. Она первый глухой интеллект-тренер среди слышащих. То есть, чтобы вы понимали, Анастасия обучает слышащих методики Суперджамп. Максимальный доход в Суперджамп в месяц более 300 тысяч рублей, а именно 340 тысяч рублей за месяц. Друзья, обратите внимание, мы об этом еще поговорим сегодня. Глухая девушка 340 тысяч рублей за месяц через интернет, в онлайне, удаленно в Суперджамп зарабатывает. Ну и кроме бизнеса Анастасия еще мисс Тихая красота 2020 года. Она победительница конкурса красоты и мастер спорта по волейболу. Это вот так вот очень кратко про Анастасию Федораченко. Настя, величайшая, привет! Мы очень рады тебя здесь видеть. Привет, привет, привет! Привет, привет! Вот, и с нами также в Zoom. Тоже очень рада. И с нами в Zoom также переводчик Арина, которая переводит с языка жестов. Наверное, это, если я правильно понимаю, это русский жестовый язык. Русский жестовый язык. Русский жестовый язык. Переводит для наших прекрасных зрителей все, что будет Настя говорить. Ну что ж, Настя, у нас есть вопросы. Мы подготовили с ребятами вопросы и очень хотим с тобой пообщаться. Поэтому, если ты готова, я предлагаю начать сразу с вопросов. Да, здорово. Начинаем. Круто. Огонь. Расскажи, пожалуйста, откуда ты вообще, сколько тебе лет и чем ты занимаешься в данный момент? Ну вот. Вообще, я родилась и выросла в городе Новосибирске. Я поступила, я там училась в колледже. В общем, Новосибирск – это столица Сибири. Недавно, в прошлом году, я переехала на юг благодаря суперджампу и благодаря работе суперджамп, которая дает мне свободу перемещаться в любую точку мира. Так что сейчас я живу на теплом юге. Сейчас я жила в Сочи. Сейчас я переехала в Краснодар и живу здесь. Мне будет 29 лет. Скоро уже вот-вот исполнится 29 лет. Ну, чем я обычно занимаюсь? В общем-то, моя основная деятельность – это суперджамп. Я интеллект-тренер. Я привлекаю новых людей, чтобы они становились также интеллект-тренерами. Я провожу интеллект-тренировки со своими учениками. Также мой муж занимается спортом, гонболом. Мы иногда играем в волейбол вместе. И в целом я стараюсь развивать среди слышащих, дать им больше информации, больше полезности, чтобы глухие узнавали о нашем продукте. Круто. Просто супер. Да, еще обратите внимание, часто возникает такой вопрос, потому что, так скажем, не совсем обычно видеть человека. Мы как привыкли, что если человек глухой, например, или еще какие-то моменты есть, то значит, как-то у него жизнь не складывается. Что-то все такое, стремление пожалеть. А Настя, глядя на Настю, она, наоборот, очень по жизни так широко шагает, достигает очень многого. Вот просто друзья, зрители наши. Кто? Вот много вы знаете девушек, которые заняли первое место в конкурсе красоты. Мисс Красота какого-то года. Вот Настя, пожалуйста, да. Много ли вы знаете мастеров спорта? Опять же Настя. И в плане личной жизни, также Настя упомянула, что у нее есть муж, поэтому у нее есть также семья. Все у нее прекрасно. И она еще раз, да, успешный онлайн-предприниматель, который зарабатывает 340 тысяч рублей в месяц на большом добром деле для людей через интернет. Круто. Настя, пожалуйста, расскажи еще немного, чем ты занималась ранее до Суперджам? Хорошо. Отличный вопрос. Спасибо, что его задал. Я вообще всегда всю жизнь любила заниматься спортом. И 10 лет я посвятила именно спорту. Потом в какой-то промежуток я поняла, что я не вижу себя в спортивной карьере, я не вижу в этом своего будущего. И начала искать другое дело, чем бы заняться. Я сначала была вовлечена в Всероссийское общество глухих. Там я была активисткой. Мы проводили разные мероприятия. И там 4 года я участвовала в ВОКС в Всероссийском обществе глухих. Проводила лекции, семинары, разные проекты реализовывала. Больше 35 мероприятий я там провела. У меня даже есть значок отличия активиста ВОК. У моего папы тоже такой есть. Он активист ВОКС в сообществе глухих. И у меня есть точно такой же. Так что есть повод гордиться. Я из семи глухих. Я глухая в третьем поколении. Ну, получается, что я с рождения общаюсь на русском жестовом языке. Но в школе я ходила с глухими. А вот в колледж я поступила в группу со слышащими. Там был, получается, колледж Олимпийского резерва. Вот как это называлось. И там в основном учились слышащие люди. Ну, мне было нормально. Меня поддерживали. Мы вместе учились, тренировались. Потом я закончила. Думала продолжать карьеру в спорте. Думала, какую работу. Меня, в общем, взяли потом в итоге в школу преподавателем шахмат. Я обучала детей какими-то базовым основам. Знакомила их с шахматами. Три года я проработала в этой школе. Преподавала. Но потом параллельно в моей жизни появился суперджамп. И я решила это делать оставить. Потому что я не гроссмейстер. Я бы не могла дать еще больше знаний этим детям. Это знание ограничено. Поэтому это дело я оставила. И устроилась. Перешла в новое дело. Суперджамп. В итоге переехала на юг. И вот так складывается моя жизнь. Круто. Супер просто. Расскажи, пожалуйста, подробнее о том, как ты познакомилась с методикой суперджамп. Что тебя заинтересовало в первую очередь? Что тебя зацепило? И почему ты решила именно в суперджамп продолжать? Ты упомянула уже про то, что я поняла, что я здесь могу больше дать людям. Но почему ты это увидела? Почему именно интеллект тренировки? Почему именно суперджамп? Хорошо. Это моя, конечно, любимая история. Я познакомилась с Владимиром Довганем, с творчеством Владимира Довганя в 2015 году. Я прочитала его книгу под названием «С пеленок богатству». Когда я прочитала, у меня осталось какое-то интересное впечатление. То есть мне в целом понравилась эта книжка. Потом я дала ее подруге, она ее потеряла. Но это не важно. В целом у меня где-то на подкорке сознания были эти мысли о суперджампе. И вот в 2021 году я пошла на марафон к слышащей девушке. И в списке рекомендаций я увидела имя Владимира Довганя. Он выпустил новую книгу. Квантовый скачок к мечте. Я подумала, очень интересно. Начала читать. И когда закончила, у меня осталось какой-то осадок. Подумала, так, интеллект-тренеры, суперджамп. Что это такое? То есть я не могла понять, что это за новое направление такое. Меня это заинтересовало. Я подумала, мне стало любопытно узнать об этом побольше. Я решила поискать информацию в интернете. Случайно наткнулась на аккаунт Артема Ярового. Он там рассказывал, что обучение все проходит онлайн. Я подумала, ну, просто из любопытства решила написать. Говорю, я глухая. А что мы будем делать? Как будем учиться? Через ум-то я не могу. Как будем делать? Ну, просто его спросила и забыла об этом. Через два или три дня Артем пишет мне в личку. И такой, а, я вспомнила, что я ему написала. Мы начали общаться. И, оказывается, ну, было очень интересное общение. И мне Артем говорит, ты будешь первым интеллект-тренером среди глухих. Я такая, боже мой, подожди. Что такое суперджамп? Я вообще ничего не понимаю. Стоп, стоп, стоп. Так, я вообще тогда не знала об этой методике. Говорю, а как я буду учиться? Как я буду проходить обучение? Я не могу. Ну, найди переводчика, и мы будем через Zoom вместе с переводчиком. Я такая, а, ну да, правильно, проблема решена. Мы договорились с переводчиком, все согласовали. И я пришла на обучение. В течение десяти дней я его смотрела вместе с переводчиком. Вот. И училась сначала. Я осознала, что упражнения довольно простые, но увидела уже спустя эти десять дней колоссальный результат в своей жизни. То есть, как бы такая интересная. Я бы подумала, что это случайность, но нет. На самом деле это именно благодаря упражнениям произошли эти упражнения. И тогда я осознала, что это, что эти восемь упражнений, которые по факту такие легкие и простые, могут привести к такому удивительному результату. И это нужно передавать дальше, распространять среди глухих людей. Потому что это очень ценная информация. А ведь у глухих на самом деле очень ограничены источники информации. Поэтому я решила развиваться в этом направлении. Круто. Тогда вытекающий вопрос еще отсюда. Что тебя мотивирует? Потому что, глядя на твои достижения в жизни, даже до SuperJump, я уже молчу про то, что ты здесь зарабатываешь большие деньги, про которые многие люди кажутся, что это для них нереально. Вот как я раньше думал. Я раньше, но я тоже из такой простой семьи, из деревни. Я раньше думал, что бизнес – это очень сложно, Дима, это не для тебя. То есть твою это средний доход, 40-50 тысяч рублей и так далее. Военная карьера у меня началась и так далее. И у тебя такие достижения и в бизнесе, и ты выиграла в конкурсе красоты, и ты мастер спорта по волейболу, и ты потом обучала детей шахматом. То есть у тебя прям много-много достижений. Что тебя двигает вперед? Что тебя мотивирует? Интересный вопрос. Что меня мотивирует? Как бы сказать, я хочу рассказать небольшую историю о сообществе глухих людей, ну, чтобы было больше понятно о глухих людях. На самом деле у глухих немного сложно, больше сложности, чем у слышащих. Конечно, я понимаю, что проблемы, трудности у слышащих и у глухих одинаковы, но знаешь, психология, мышление все-таки больше сложности. Я объясню, почему. Среди глухих нет примера для подражания, кого бы можно было копировать, воспринимать какую-то сильную личность. Да, есть глухие классные, но их на самом деле очень мало. Слышащих просто много популярных, сильных лидеров, миллионы таких великих людей, на которых слышащие могут равняться. У глухих же такого примера, к сожалению, нет. Им не на кого равняться. Поэтому с детства всем глухим, всем глухим в школе говорят, ты глухой, но куда ты пойдешь работать? Ты по карьерному пути не продвинешься, ты не слышишь, тебе будет тяжело, тебе будет сложно жить. Потому что программа очень сложная в школе. Даже родители глухие, которые сами живут, они говорят своим детям, говорят, ну ты же глухой, ты не сможешь, смирись с этим, тебе будет сложно. И родители так настраивают на это своих детей. То есть уже заранее их ограничивают, их возможности. Примерно такая ситуация. Поэтому с детства нам внушали этот стереотип, эти рамки наших ограниченных возможностей, что мы ничего не можем. Мне не нравилась эта концепция. Я хотела и до сих пор хочу показать, что мы на это способны. Что мы можем расти. Что мы должны быть уверены в себе. А то все говорят, что ничего, все невозможно. Просто у нас нет примера для подражания. Вот я хотела как раз-таки создать такой пример. Создать этот прецедент. Что можно обучаться, посмотреть, что мы можем наравне со слышащими прийти вот в какую-то новую, в какую-то новую индустрию и по факту показать, что глухие и слышащие могут учиться на равных. Проблем нет. Мы одинаковые. Все ограничения только в нашей голове. Я понимаю, что, ну просто знаешь, глухих часто бывает. О, он же слышащий, конечно, ему легче. Конечно, он такой. Слышащие могут общаться, получать много информации. Но на самом деле нет. Нет, мы должны выровнять эту ситуацию. И мы должны постараться победить эти стереотипы и начать добиваться, понять, стараться в первую очередь менять свое мышление, менять себя. Я бы хотела повлиять на глухих, изменить мир к лучшему. Хочу показать, что мы можем добиться классного, качественного результата. А то говорят, все, ты глухой, у тебя и на этом все сказано. Нет, на самом деле это всего лишь стереотип, который нам внушили, и все верят этому, говорят, да-да-да-да-да, конечно, я такой. На самом деле я хочу сломать этот стереотип и расширить наши границы. Вот, я бы хотела... Ну, что меня мотивирует? Ну, конечно, да, результаты слышащих людей. Я бы очень хотела быть первой, кто показывает глухих, что мы можем делать точно так же, как и слышащие. Я хочу, чтобы они смотрели на меня, что это действительно возможно. И это меня мотивирует. Еще я думаю, что меня мотивирует, это оказывается, что и глухие, и слышащие одинаковы. И чем я хуже? На самом деле ничем. Это меня очень сильно мотивирует, эта мысль. Да, я бы сказал, что ты своим примером мотивируешь глухих в первую очередь, да, и тут же ты мотивируешь и слышащих. Потому что, например, да, как я уже говорил немного, что я рилзы не записывал системно в Инстаграм, потому что то некогда, то что-то еще, то забыл, что даже у меня бывает иногда, да про что бы этот рилз записать. Я вижу, как ты записываешь регулярно рилзы, я думаю, блин, Дима, Настя записывает рилзы. Когда я там вижу, что, например, бывают разные состояния, что-то там не идет, как-то продажи не идут, ты смотришь там, Настя уже пятый ранг закрыла. Дима, давай, давай, давай. И ты своим примером, и ты, и другие ребята, да, потому что я видел в рейтингах по продажам твоих ребят из твоей команды тоже, да, либо там глухих, либо слабослышащих, которые делают там такое количество продаж за месяц, которое слышащих очень большое количество не делает. И вот нам же всем внушают с детства, да, вот кому-то говорят, что ты глухой, у тебя что-то не получится, кому-то говорят, ты из бедной семьи, у тебя что-то не получится, кому-то говорят, ты просто там лицом не вышел, да, грубо говоря, или ты там из какого-то маленького города, и ты какой-то не такой, и это не для тебя, и так далее. И очень круто, что как раз-таки наша методика Суперджамп, она помогает раскрыть вот этот потенциал, который на самом деле есть в каждом человеке. И ты на личном примере показываешь, что это действительно так. И вот мне хочется сказать нашим ребятам, которые нас сейчас смотрят, наши зрители, друзья, если Настя делает такие результаты, и в команде у Насти глухие и слабослышащие люди делают такие результаты, зарабатывают деньги, участвуют активно в различных сферах жизни. Настя, например, еще раз напомню, что стала, выиграла в конкурсе красоты, стала мастером спорта и так далее. То, что нам мешает, тем, кто слышит, видит и так далее, пожалуйста, делай, достигай, весь мир для тебя. И поэтому, Настя, я тебя очень сильно благодарю за твой пример, потому что меня, например, ты очень сильно мотивируешь. Я думаю, что ты многих замотивируешь, тех, кто будет смотреть наше видео. Прямо тебе низкий поклон за это. Очень круто. Спасибо, я очень признательна. Такой вопрос. Смотри, всегда находятся скептики. Всегда находятся скептики. Я сам очень такой сильный скептик. Поэтому вопрос номер один. Ты правда зарабатываешь до 340 тысяч рублей в месяц через интернет, удаленно в SuperJap? То есть это правда? Это не я придумал, да? Да, да. Абсолютная правда. Это точно. Абсолютная правда. Тогда подскажи, пожалуйста, вот как именно ты строишь бизнес? У меня в принципе аудитория на моих ресурсах это больше предприниматели онлайн-бизнеса в частности сетевого бизнеса в большинстве своем. И многие ребята говорят так. Я не умею продавать. Я не умею красиво говорить. Мне не про что рассказывать людям. И когда я смотрю как ты это делаешь я думаю ребята вы не умеете красиво говорить а Настя вообще общается через жестовый язык и успешно строит бизнес. Расскажи, пожалуйста, что ты делаешь? Конкретно вот какие шаги ты предпринимаешь для того, чтобы зарабатывать такие деньги? Самое важное в первую очередь это, конечно же слушать своего наставника. То, что он говорит нужно беспрекословно выполнять потому что у него больше опыта он больше знает он уже больше прошел и нужно слушаться его советов и принимать его бесценный опыт и делать тогда будет точно будет результат. Вторая важная вещь это правильно рассказывать о преимуществах о пользе и ценностях того, что ты продаешь нужно передать как бы каждому человеку нужно каждому человеку чего-то не хватает да и все хотят удовлетворить какие-то свои потребности я люблю говорить как вот многие родители хотят чтобы их дети были счастливыми правильно ну хотят пусть будут но родители сами не умеют быть счастливыми как они тогда будут это передавать своим детям как они смогут научить своих детей быть счастливыми если родители хотят дать своим родителям своим детям все самое лучше хотят в них вложить но они сами не могут стать богатым не могут стать успешными поэтому детям не с кого брать пример Поэтому я считаю, это навык. Нужно научиться. Не с первого раза получится. Нет, может, и не со второго. Но не надо сдаваться. Поражения бывают. Просто надо идти дальше к своей цели. Устанавливать свою цель, идти к ней, и все обязательно будет. То есть не бывает такое, что по щелчку бац, и все получилось. Нет, к этому нужно идти. И к результату приводят твои личные усилия. У нас нет волшебной палочки. Правильно? Мы планируем свою деятельность, мы идем к своей цели. Вот что самое главное у нас. Поэтому я считаю, главное это продолжать двигаться. Ошибки будут, трудности будут. Но самое главное это получать опыт. И потому что в жизни не бывает, неумех не бывает. Есть только неопытные люди. Есть только неопытные люди, отсутствие опыта. Поэтому просто, что вы должны делать, это практиковаться, и у вас все получится. Успех или опыт. Вот. Все. Все, что меня мотивирует, что важно. То есть те люди, которые говорят, сетевое это не мое, но это неправда. Да? То есть или там, я не умею продавать, это неправда. Все определяют. И они просто не пробовали. Я считаю, они не пробовали. Да. Или попробовали чуть-чуть. Вот так, разок. Не получилось. Ой-ой-ой. И убежали сразу. Да. А еще просто нужно понимать, что все люди, многие люди говорят, что это не мое. Говорят, не мое, пока не попробуют. Когда попробовали и получили результат, они довольны, они продолжают идти. И если в первый же раз у них не получилось, ну, а что тогда твое? Что ты умеешь? Что твое? Как бы это понять? Вышивание, я не знаю, уборка, зарабатывать мало, это твое? Ну, в жизни очень сложно найти. Вот, например, тебе нужно просто стараться найти свое. Все, что ты хочешь, что улучшит свою жизнь, значит, на этого нужно стараться и что-то делать. Потому что результат там, впереди. Он не здесь. Поэтому для этого нужно идти. А не мое, ну, с друзьями общаться, например, это твое или не твое. Вот, то же самое. Просто это нужно сделать. Сто процентов. Согласен. Суперджамп – это твое? Вот как ты считаешь? Ты же сейчас занимаешься суперджампом. Можно ли сказать, что суперджамп – это то дело, которое ты искала? Конечно. Конечно. Во всем моем сердце. Круто. Тогда поделись, пожалуйста, как суперджамп повлиял на твою жизнь? Как изменилась твоя жизнь после того, как ты познакомилась с суперджампом? Колоссально. Просто благодаря суперджамп столько изменилось в моей жизни. Я стала более финансовой независимой. Я стала путешествовать по разным городам. Мне стало легче общаться с людьми. Мне стало легче принимать новых людей. То есть, благодаря суперджампу многие люди приходят в мою команду. Я становлюсь их наставником. У меня есть своя сильная команда мощных людей, мощных лидеров, которые развиваются, растут, пополняют свои знания. Я познакомилась с такими людьми, как вот Дмитрий Тишанский, Николай Стомер. Это потрясающие люди, которые меня очень вдохновляют на новые свершения, на победы. Ну, еще я, как бы, жизнь вообще полностью по-другому. Я смотрю на жизнь по-другому. Внутри чувствуется, как бы, что это огромный рост. Уверенность в себе, спокойствие, гармония, победа. Это огромная поддержка. Спасибо большое моему наставнику Артему Яровову за его невероятную веру, за поддержку, за то, что он не сомневался во мне. И благодаря ему я так выросла. Ну, то есть Суперджамп, можно сказать, колоссальный, поделил мою жизнь на до и после. Поэтому Суперджамп – это прям мое-мое. Круто. Можно ли сказать, что ты рекомендуешь людям, может быть, всем, может быть, не всем, и вообще кому бы ты рекомендовала пройти тренировки Суперджамп? Мы даже сейчас, может быть, не будем говорить о бизнесе, да, о том, что, понятно, всем полезно деньги зарабатывать. Но вот именно о тренировках. Кому бы ты рекомендовала пройти эти тренировки? Ну, на самом деле, я бы порекомендовала абсолютно всем пройти тренировки Суперджамп, потому что это какие-то базовые упражнения, которые крайне необходимы в жизни. Без этого просто невозможно жить, я бы сказала. Потому что все мы проходим разные стадии, вот, у нас у всех есть какие-то проблемы, вот. Мы, бывает, не умеем управлять своими мыслями, своими чувствами, своими эмоциями. И этому нужно учиться, нужно… и по факту это легко, просто этому нужно пройти курс, чтобы этому научиться. Потому что жизнь, на самом деле, легко потерять контроль над собой, да, над своими эмоциями, над своими мыслями, что-то там, плохое настроение. Мы зависимы от многих факторов, от многих вещей. Поэтому надо стараться ни от кого не зависеть и быть хозяином своих чувств, своих эмоций, своих мыслей. Вот. И твое состояние улучшится, поэтому я рекомендую всем пройти курс Суперджамп. Суперджамп, вот. Говорят, что… все, кто прошли мой курс, говорят, что это действительно дают положительные отзывы, что это правда меняет жизнь, что научишься управлять своей жизнью и улучшать свои качества, улучшать в целом уровень своей жизни. Ведь это очень важно. Вы что думаете? А вот, например, вы думаете, курс проходит только те, у кого все плохо? Да нет, у кого хорошо. Это на самом деле нужно всем. Это просто повлияет на вашу жизнь. Я на 100% согласен, благодарю за такой развернутый ответ. И, наверное, финальный вопрос к тебе. Интервью у нас получилось очень таким насыщенным, классным, за что я тебя благодарю. И финальный вопрос. Что бы ты пожелала тем людям, которые сейчас двигаются в направлении к каким-то своим целям, им тяжело и они, может быть, где-то думают, может, это не мое, хотят сдаться, думают, что у них ничего не получится. Что бы ты им просто пожелала? Просто запомнить. Если это то, что вы реально хотите получить, если вот этот результат, то, что вы действительно хотите, никогда не сдавайтесь. Идите до конца. Как бы тяжело не было. Как бы невозможно это не казалось. Просто нужно продолжать двигаться к своей цели, и вы обязательно получите. Помните, не забывайте, что всем трудно. И если кто-то, например, вам... Если у вас есть трудности, скажите спасибо этим трудностям. Это ваш рост. Это помогает вам расти. Это все не зря. Вы будете двигаться к своей цели и сделаете выводы своих ошибок. Поэтому ошибки нужно принимать, наоборот, с радостью. Это помогает вам идти к своей победе. И вы что, каждый рождается победителем? На самом деле нет. Мы просто можем к этому стремиться. Круто. Настя, я тебя благодарю за то, что ты нашла время, пришла, поделилась с нами. Я думаю, что ты очень многих людей вдохновила на новые победы. Показала. Меня 100% вдохновила. Еще больше замотивировала. Еще сильнее двигаться к своим целям. Еще быстрее ускоряться к тому, чтобы достигать свои цели. Я уверен, что для всех наших зрителей было суперполезно. Поэтому благодарю тебя за то, что ты пришла, поделилась. Очень классно видеть твою лучезарную улыбку, твою энергию. И видеть, что приходят вот такие сильные, по-настоящему сильные, великие лидеры и великие люди в нашу Всемирную Ассоциацию SuperJump. Мне очень приятно. Спасибо тебе огромное за то, что у меня есть такая возможность поделиться, замотивировать вас. Я очень рада. Друзья, обязательно подпишитесь на все ресурсы Анастасии. Мы их оставим в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Настя очень круто, профессионально ведет свои социальные сети. Я сам ее постоянно смотрю, постоянно что-то беру для себя. Беру какой-то ценный контент, беру вдохновение. Поэтому обязательно подписываемся, рекомендуем друзьям, ставим там миллион лайков, изучаем, читаем. И, конечно же, приходим в том числе и на тренировки, интеллект-тренировки к Анастасии. Потому что Анастасия проводит интеллект-тренировки и для слышащих, и для слабослышащих, и для глухих. Для всех она проводит тренировки. Поэтому, пожалуйста, пишем ей. И Анастасия вас тоже прокачает через свой личный пример и через нашу методику SuperJump. И, конечно же, подключаемся к Насте, в том числе в команду. Потому что Настя очень сильный лидер и очень крутой наставник. На этом мы с вами завершаем. Большое спасибо вам за то, что досмотрели до конца. Поделитесь этим видео теми людьми, которых вы хотите вдохновить на новые победы. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok